С конвейера главного завода марки Шкода в Младо-Болеславе сошел 250-тысячный Шкода Корок. Юбилейный экземпляр оснащен литровым двигателем TSI и окрашен в цвет металлик под названием Black Magic. Напомним, что мировая премьера компактного кроссовера состоялась в Стокгольме весной 2017-го, а серийное производство началось летом того же года. Таким образом, Корок преодолел отметку в 250 тысяч выпущенных машин всего за два года после старта. Интересно, что модель сначала прописалась на заводе в чешских квасинах, а с января 2018-го ее выпускают на головном заводе в Младо-Болеславе. С начала этого года Корок разошелся тиражом около 100 тысяч экземпляров, став одной из самых популярных моделей бренда. На сегодняшний день Шкода имеет в своем портфолио три кроссовера. Это Кодиак, Корок и Камик. Правда, на российском рынке пока представлен только самый крупный из них – модель Кодиак, но скоро ситуация изменится. В следующем году линейку SUV пополнит как раз упомянутый Корок. По предварительной информации, сборку автомобилей наладят в Нижнем Новгороде, на Горьковском автозаводе. Кстати, название Корок пришло с острова Кодиак, что находится у берегов Аляски. На языке местного народа Корок означает «автомобиль», а словом «рук» они называют «стрелу», которая украшает эмблему Шкоды. Линейка двигателей и комплектации для российской версии Корока пока не объявлены. Однако модель выйдет на рынок уже ближайшей зимой. И все подробности мы узнаем через несколько месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok